Президент России сделал акцент на необходимости запрета рекламы на информационных площадках, связанных с иностранными агентами, не случайно. Этот шаг, по сути, отрезает финансовые потоки, питающие подобные организации, и отправляет ясный сигнал о необходимости прекращения либеральной пропаганды. В свете уже действующего закона о конфискации имущества у иностранных агентов, запрет на рекламу является еще одним ударом. Это серьезно затронет кошельки многих представителей, причем штрафы за нарушения могут достигать до полумиллиона рублей, а при повторных нарушениях – лишение свободы. Максим Кац, признанный иностранным агентом, озвучил убытки от нового запрета. Это около 35 тысяч долларов в месяц, что составляет более 3 миллионов рублей. Это дает представление о том, насколько значительные суммы получают эти либеральные активисты. При этом закон, похоже, не касается тех, кто не является иностранным агентом. Прежде всего, это относится к Ксении Собчак, которая продолжает активно дестабилизировать ситуацию в стране. Без сомнений, она организует интервью с предателями и задает им провокационные вопросы, стимулируя их высказывать еще больше клеветы в адрес России. И как можно понять введенные ограничения в таком контексте? Неужели Ксения Собчак останется невредимой? Кому это вообще выгодно, чтобы она продолжала провокации? Вопросов множество, а ответов нет, и их не будет до тех пор, пока мы не избавимся от всех предателей в обществе. Неважно, какой статус они имеют или кто их финансирует. Собчак точно так же не должна получать преимущество за свое имя. Закон должен быть одинаков для всех, но она продолжает манипулировать общественным мнением. Здесь важно учитывать реальную обстановку, чтобы избежать двойных стандартов. Хотя ее пока еще не признали иностранным агентам, это не освобождает от ответственности за искажения и манипуляции. Кроме того, необходимо разработать механизмы запретов для компаний, которые, несмотря на ограничения, пытаются заключать контракты с предателями. Некоторые надеются, что им удастся уйти от наказания, другие специально привлекают внимание. Однако такие действия создают опасные прецеденты безнаказанности. Если был принят закон, запрещающий рекламу на ресурсах иностранных агентов, он должен работать полностью. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, невозможно порочить страну, дискредитировать ее военные силы и при этом зарабатывать здесь деньги. Необходимо выйти из тени и определиться, на чьей-то стороне, с родиной и ее народом или на стороне Запада, у которого нет святых ценностей. Это важно донести до всех. Иначе получается, что мы критикуем только словами, держим все в себе, а на деле придаем наши интересы. В то же время президент Путин однозначно заявил, кто будет являться основой элиты страны. Старые критерии уходят в прошлое, на первый план выходит верность, совесть, героизм, отвага и добрые дела во имя Родины.